Итак, тема. Тема производства. Она, собственно говоря, не специфична для такого информационно-развлекательного канала, как СТС. Ну ничего, скоро появятся и другие возможности. Я лично производством не занимался уже 8 месяцев. Почему? Ну потому что, ну видать, не нужно делать шоу на промтелевидении. Да и шут с ним, с этим промтелевидением. Мы занимаемся своими делами. И сегодняшнюю тему производства мы все-таки откроем. В автомобильной передаче? Да, да, в автомобильной передаче «Автостоп». Потому как то, чем занимается фирма ФСК, финансовое строительство и коммерция, напрямую с этим связано. Не так давно я все-таки приобрел очередной автомобиль, который, можно так сказать, автомобиль с тяжелой судьбой. И мы решили попробовать его восстановить своими силами. Возможно, и вполне резонно у постоянных зрителей возникнет вопрос, почему в решении проблемы, которая, казалось бы, снята и в прямом, и в переносном смысле. Мы обратились к нашим друзьям. Отвечу. Во-первых, ФСК – это уже наши друзья. Во-вторых, оригинальное стекло на недорогой и дешевый такой и доступный Порш стоит весьма скромную сумму в 10 тысяч евро. Извините, миллионерши знакомые у меня, конечно, есть. Но и у них, как и у меня, есть законная половина. Поэтому иду. ФСК – и мне было просто интересно, можно ли в городе с могучими инженерными корнями решить такую задачу. Оказалось, не без труда, но можно. Итак, вот чем занимает, собственно говоря, ФСК. Да, вот эти дюбель-гвозди. На подкате Белорецкого металлургического комбинатора. А знатоки знают, что там стали немножко получше, чем на магнитке. Ну, не везде и не для всего, скажем честно. Поэтому не будем, так скажем, кидать в камушки в наш любимый и ненаглядный, которому 75 лет исполняется. Так вот, небольшие партии всегда есть в наличии. И вам очень удобно. Не надо, в общем-то, в службе сбыто простаивать целый день. А вот чем никогда не надо заниматься. Не надо придумывать велосипед. Раздолбали вам стекло? Ну, закажите, приедете в ФСК. А то, ну, помните, вот этот вот старый углазданный, так скажем честно, уставший автомобиль имел вот такое стекло. Стекло-то трудно назвать. Какая-то непонятная конструкция, которую так приятно просто выкинуть на свалку. Презент, железо и все остальное. Ну, зачем? Да, конечно, технология изготовления стекла – это достаточно сложный процесс. Но, тем не менее, здесь с ней успешно справляются. А пока в специализированных, уникальных печах наши стеклышки готовятся, расскажу, что такое ФСК и как его найти. Эта фирма специализируется на производстве крайне необходимых и востребованных в городе вещей. Они нашли свою нишу и плотно обосновались. В производстве специализированных метизов, строительстве и работе по стеклу. Ну, с метизами и строительством все вроде бы понятно. А поборать Россию, да нет, физически никому не удавалось. Так и покорить тоже. И она, почувствовав сильную руку, поднимается. А подъем – это и есть строительство. Но преимущество небольших предприятий – это оперативность и возможность легко удовлетворять потребности клиента. А еще, чем меньше структура, тем меньше возможности запустить откатную машинку. Теперь по стеклу. В лето канули очереди за похожей до безобразия мебелью. Как и она, сама убокая. Сейчас все зависит от фантазии. А открытые стеклянные решения – это и объемы, и эстетика оригинальных форм. Ехать за реализацией Оны в тьму тарака не надо. Спасибо комбинату, он, завалив док, не стал заваливать производственные корпуса. А там обосновалась эта фирма. Так что строители и мебельщики, и владельцы оригинальных раритетных авто – вам дорога сюда. И вот он, исторический факт. Подтвержденный, кстати, с помощью нашей видеокамеры. Porsche – немецкий автомобиль. В исходнике достаточно дорогой и практически недоступный к ремонту. Но сегодня и сейчас, благодаря деятельности фирмы ФСК, изготовлена вот эта оригинальная, да, и очень сильно похожая на фабричная, замечательное стекло. Ну, конечно, это не остальное, нет. Но даже изготовленный здесь триплекс позволит вам, ну, ездить и наслаждаться жизнью и комфортом. За моей спиной, между прочим, кипит работа. И это, конечно, не основной профиль деятельности ФСК. Но мне, честно говоря, приятно, что у нас на Южном Урале живут и работают настоящие умельцы и мастера своего дела.